здравствуйте мои любимые дорогие подписчики и гости канала я вас всех приветствую мои хорошие ну что сейчас тема у нас будет вы глазами своего мужчины что он вас разглядел что он вас по-новому увидел а может быть какое-то время вообще не обращал на это внимание а теперь он осознал и понял что вы такая давайте будем смотреть у нас одна позиция поэтому кто ваш мужчина загадывайте его а я посмотрю и так готовы поехали ваш мужчина сейчас на данный момент его характеристика кто этот человек смотрим вас кто вы на данный момент ваша характеристика ваш мужчина сейчас на данный момент это отшельник вот так вот видите здесь олень ну олень да где-то возле домика возле на датчике наверно там где-то у родственников да да дала пентаклевая возможно мужчина семейный мужчина несвободный может быть за смотрит за мамой находится возле нее помогает ей ездить там на дачу уже последние дела доделывает может быть он принципе переехал куда-то в домик небольшой родительский дом который достался ему по наследству от матери в общем человек тут на данный момент в свободном плавании потому что он очень сильно устал найти как будто устал от людей есть кто-то рядом есть кто-то рядом кто возможно знаете или а в конфликте с ним или хочет развязать какой-то конфликт человек высокопоставленный или человек может быть старше его просто положение высокое может быть это его брат может быть это его отец кто-то с кем у него знаете какие-то такие вопросы остались незавершенные никак не договорятся или он на него как-то давит он и мужу но он уже просто устал ему хочется побыть одному такая ситуация сейчас да ему сейчас просто не хватает какого какого-то счастья ему хочется лето ему хочется праздника нему хочется снова этого домика да где он уже сейчас как один а на данный момент то есть он сейчас на данный момент один а в свое время вот летом возможно да он был еще может быть с кем-то кто-то приезжал в гости к нему они какие-то праздники устраивали может быть как-то вот он вспоминает как он наполнялся счастьем радостью хорошим и хорошими эмоциями может быть у него летом что-то произошло я не знаю он эту дачку купил или может быть маму себе перевез или еще что-то то есть он вспоминает ли это как самое хорошее как самое приятное для него ему сейчас этого не хватает а на данный момент ему холодно ему холодно у него есть какие-то обязательства перед родными чем перед близкими ему надоело все там что-то на работе как-то не очень есть кто-то кто может быть с ним конфликтует поэтому на данный момент такое положение делать теперь вы так ну слушайте тут я прям не знаю вы тут прям шар какой-то смотрите все предвидите что должно у вас произойти что у вас должно получиться вас в принципе в ожидании какого-то счастья потому что вы именно крутите вот этот земной шар именно вы делайте так как вы вы любите изобилие наполняемость ощущение счастья внутреннего чтобы чтобы в вашей жизни все было хорошо так как вы хотите вы умеете кстати я не знаю может мне тут практики вообще все смотрят что ли не пойму но вы умеете менять жизнь других людей вот это могут делать практики те у которых есть дар какой у вас есть дар я не знаю но вы умеете управлять и умеете знаете людей делать счастливыми что ли вот так бы я сказал я не знаю где вы работаете в банке что ли кредит дали все чек счастливый ипотеку на квартиру дали у человека такое счастье нет значит нет вы как бы где работаете вообще поэтому очень много девочки от вас зависит вы такая умница вы здесь вообще все практически там с высшим образованием очень такие достойные красивые умницы и все от вас зови от вас зависят человеческие судьбы как это еще объяснить как то так знаете вот когда это судьба человека в твоих руках вот это к вам можно отнести конечно вы сейчас на колеснице по другому никак вы на коне тут не даже не на одном а на двух конях тут куда-то несете потому что у вас есть какое-то не знаю желание добиться получить завоевать доказать заполучить и так далее и у вас знаете есть все шансы абсолютно все шансы есть быть победительницей быть завоевательницей быть вот этой жанрой дарк который своего свое получает вот абсолютно есть вы сейчас на коне у многих из вас действительно есть куда-то поездки командировки все это прям так и должно быть вы едете как будто знаете как зачем за счастьем едете или едете осуществлять там какие-то свои желания делать счастливыми других людей на вас очень хорошие карты выпадают просто ничего подел тут не могу говорю как есть поэтому если вы боитесь у вас там какие-то судебные разбирательства или у вас там еще с кем-то что-то надо доказать договориться у вас все получится против вас никто не пойдет никто сейчас против вас не пойдет все будут за вас потому что у вас вот эта мощная такая энергетика знаете вы как будто обволакиваете пространство вы пришли и комната уже полностью узнаете в вбирает вашу энергию вы приходите со своим я не с короной а со своим собственным энергетическим я сначала она заходит потом вы появляетесь и уже все видят кто пришел вы понимаете о чем я иногда таких людей честно очень прям сразу видно и понимаю что он у чек хорошо прокачанный там таких людей сразу вид вот вы наверное за этой категории человек да вот поводу женщины то есть когда заходит и уже все понятно кто пришел на слушайте но тут вообще в карту мерь старший орган солнце вы получите то что так давно хотели получить награда получение прибыли осуществление какого-то желания купли продажа пройдет просто на ура если долго не могли продать квартиру купить квартиру дом помещение недвижимость землю и так далее все в ближайшее время уже уже придет к вам это я вам говорю на миллион процентов если вы куда-то едете опять же по каким-то делам чтобы что-то у вас там получилось что-то сделать тоже пройдет хорошо и еще у вас тоже знаете вот как у него у вас тоже след а очень хорошо идут как-то дела ну или же летом вы прям знаете может быть у вас ну то есть лето было таким классным лето было классным просто не зачем занимаюсь может быть в этом куда-то в деревню уезжали там или к родителям или у вас было такое классное до тех пор еще тянется и будет тянуться у вас вообще очень хорошие карты вышли все хорошие вышли карт поэтому вы как-то вот пытаетесь держаться вот того что сейчас происходит это что было и вот видите эта карта женщина находится вот непонятно то ли это хрустальный шар магический то ли вы что-то еще держите что предсказатель как предсказательный шар но так или иначе у вас получается у вас получается предсказывать свою жизнь может быть вы там не знаю натальную карту свою каждый день смотрите может быть вы к астрологам обращаетесь они там здесь вам показывают где в каком ретрограде где какая планета там сойдется с какой-то другой планеты и будет вам счастье вы как-то вот знаете такое ощущение как будто на несколько шагов вперед видите будущее в отличие от других людей то ли вам подсказывают тарологи то ли вы сами себе гадаете то ли вы как-то своей жизнью так управляете хорошо поехали поехали тема у нас конечно интересная вы глазами вашего мужчины что же он вас разглядел до что он еще там не разглядел сейчас посмотрим вы глазами вашего мужчины готовы к очевидному невероятному тогда поехали вы глазами вашего мужчины ну вот вы глазами вашего мужчины вот такая вот женщина до красивая умная но отчаявшаяся такая в эмоциях что ничего не получается любви нету а любви очень хочется я такая красивая и я умею любить я наполняющая я такая светлая добрый пушистая да хочется хочется может быть он даже думает боже мой она ждет меня она ждет меня вот этого вот а красавчика когда я ей там что-то предложу а я все не предлагаю она все ждет но знаете может быть он свое самолюбие таким образом тешит вы конечно с каждым разом с каждым днем становитесь все моложе 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 он он ну есть да такой момент тоже существует когда с годами женщина может только хорошеть понимаете как говорится 45 баба ягодка опять ну вот как то так поэтому тут он думает как у нее получается в это может быть йога занимать и спортом занимаетесь здоровый образ жизни хорошо себя чувствуете да у вас хорошее состояние духа вы чистенькая светленькая хор с хорошими мыслями вот он думает как она так все хорошеет и хорошеет время над ней невластно вы как сафиро тару знает сколько бы вам не было лета вы все такая молодая и красивая вот здесь такой момент тоже есть да ему так хочется вам написать что-то вам тоже написать или как-то вам что-то сказать пробиться к вам ну я не знаю может быть даже какую-то такую вещь написать чтобы вам после этого настроение у вас упала как-то отдернуть вас и не знаю да да потому что мужчина как-то такую же такой женщина хочет обладать такая невероятная вечно красивая вечно молодая хочется такой женщина обладать причем у него какие-то как-то она вас так смотрит с оглядкой такой вы какая-то такая волнующая его знаете творческий какой-то момент а мужчина здесь может быть творческой натуры он у вас такой эстет и художник по своей структуре у него там я не знаю понимаете ренессанс в голове там у него поэтому он тут вас где-то читает считывать вас информацию представляет вас богини монолизы понимаешь ли да поэтому вы ему интересное интересное и вы для него очень красивый понимаете неважно как вы выглядите вы для него внешне очень красивы вот если бы кто-нибудь предоставил бы ему холст краски он бы с вас рисовал бы портрет вы глазами вашего мужчины ну да по карте умеренности вы ангел видно здесь вы просто ангел посмотрите какой он вас видит тут сидит такая возле камушек сайт цветные цветные натуральные камушки кто любит камушки девочки натуральные камушки кто любит все любим да это же просто просто завораживающе вы тут ножки себе где-то мочите я не знаю в ванне наверное или в тазике у вас крылья тут понимаешь ли да вы такая наполняющая вы просто богиня женщина светлая вы знаете он тоже порой думает думать блин таких же женщин не бывают ну таких а как ангельских таких же женщин вроде не бывает нет никогда таких не было у меня какие-то злюки стервы а этот какой-то ангел у меня в жизни батюшки чем не так посчастливилось что ли но вы в олицетворении вот этого ангела светлая белая добрая да потому что вы тут понимаете у вас тут два чемодана local куда-то едете вы собираете все по два или у вас два чемодана одинаковых 2 сумки одинаковы там два платья может быть покупать две пары туфли одинаково потому что вы такой человек гармоничный гармоничны с природой с миром самим собой вы принимаете себя такая какая вы есть несмотря на ваши недостатки достоинства вы принимаете других людей с их недостатками достоинствами вы в этом мире очень практически гармоничны может быть вы заняты как вариант заняты еще кем-то или чем-то поэтому конечно он хотел бы чтобы только он у вас любимый был бы а вы вы такая вы и жаворонок и ворона сегодня утром рано в 7 часов проснулись а завтра можете в час дня уже проснуться потому что ночью легли очень поздно да вот вы такая женщина как вы это балансе как она это делает как она это делает это секрет для него секрет для всех я думаю что может быть тоже где-то секрет для вас хотя нет ни секрета нету просто вы вы считаете а какой секрет я сама такая просто я сама не знаю как у меня это получается ну просто получается так живу у меня давно всегда так было хочу просыпаюсь рано хочу поздно хочу сегодня ту сумку возьму хочу ту сумку возьму вообще могу позволить себе все я могу позволить себе две пар туфлей я могу позволить себе 2 по 2 пары там колготок там разных там я не знаю там шубы 2 могу позволить себе три видеокамеры 2 куртки замшевы еще какая бы в его глазах смотрим вы знаете вы такая женщина за как вот легко вас потерять вот легко потерять вас вы тоже молча станете просто уйдете вы ничего не разбираться не не будете ни ругаться не вы просто встанете соберете этот чемодан тоже один соберете второй тоже скажете ой забери себе подавись понимаете вы соберете тоже один чемодан и просто уйдете 2 потом себе опять купить вы не цепляетесь за него У вас нет манеры и тактики цепляться вообще за то, что уже как будто, знаете, вон, из моих глаз, из моего сердца, вон, за таких людей никогда не цепляюсь. У вас есть достоинство, у вас есть гордость, причем это природное качество, неприобретенное, ну, может быть, у кого-то приобретенное, я не вижу здесь этого. Я вижу это именно как будто, знаете, природное с вами родилось, ваше собственное чувство собственного достоинства, ваша внутренняя гордость, как у женщины за себя. Вы из хорошего рода, из хорошей породы, вот это вы из той категории людей, когда смотришь и говоришь порода, вот там порода, там видно характер, там семья, там, как его, хороший род. Вот, поэтому вы не мелочная, пусть заберет, подавится, нужен ему мой чемодан, нужны ему мои шмотки, которые мне купил, да пусть заберет, подавится, я еще сама себе куплю. То есть, понимаете, вы вот такая, широкий жест, ни за кого не цепляюсь, за какие-то тряпки, за какую-то мелочь, я могу сама себе это приобрести, если надо будет. Поэтому вы можете легко всегда уйти, легко, нет вещи, за которыми вы, например, остались бы, нету такой вещи, чтобы он там предложил, не знаю, даже если он квартиру предложил, может быть, вы тоже и за квартиру тоже не захотели бы, знаете, ну вот не знаю, как-то так. Поэтому он видит, что вы от многого можете отказаться, от материалки, там, от золота, бриллиантов, не знаю, от чего, если вы в человеке разочаровались, вам все равно, что у него там есть, какие деньги, миллионы, там, богатство, не богатство, вам вообще как будто наплевать, знаете, на это. У вас есть чувство собственного достоинства, вы с этим живете всю жизнь. И чем бы там человек ни обладал, вам все равно, вы можете заработать себе сами. Вы настолько в себе уверенная женщина, что никогда не будете цепляться за что-то, лишь бы кто-то, знаете, держаться за кого-то, чтобы вами манипулировали, управляли, вами руководили. Нет, вы свободная взрослая женщина, которая сама за себя отвечает в этой жизни. Все. Да. Но вы для него все равно маленькая девочка. Вы для него все равно маленькая девочка. Такая маленькая гордая девочка, которая говорит, меня ничем не купить. Меня ничем не купить, меня ничем не пробить. Он думает, блин, как с такой, а? Вот как с такой, вот с другими же легче было всегда там. Ей там сто рублей дашь, она радуется. А эту ничем не купить, ни бриллиантами, ни золотом, ни материалкой, ни домами, ни квартирами, ни машинами. Вас ничем не купить. Вы потому что имеете вот это чувство собственного достоинства. У нас не все этим обладают. Вот у вас это есть. Причем оно природное. Это у вашей бабки было, это у вашей мамы было. И это еще у вас есть, понимаете? Еще у прабабушки, наверное, тоже было. Какой он вас видит? Вы в его глазах. Вот знаете, здесь уже второй раз мне идет здесь намек, показывает. Крылья, крылья, крылья. Ангельские крылья. Вот я могу вам сто процентов сказать за этот расклад, что он вас видит ангелом с белыми крыльями. Вот что хотите мне сейчас пишите. Вот что хотите мне говорите. Я говорю как есть. Мне уже второй раз или третий раз уже здесь намек был, здесь намек был. Я когда вижу несколько таких подсказок, я всегда об этом говорю. Он вас видит, женщину, с ангельскими крыльями. Это о чем говорит? Вы для него ангел. Просто. Какой он вас видит? Ангелом он вас видит. Ангелом он вас видит. Понимаете? Больше никем. Вы для него настолько яркий, настолько честный, такой четкий, конкретный, прямолинейный, благородный человек, что вы живете, знаете, вот так вот можно сказать прозрачно, открыто, прямолинейный. С вас вот считывается вся информация, что вы сегодня сделали, куда пошли ваши мысли. И еще здесь над вами очень много бумаг, смотрите, очень много бумаг. Возможно, он вас видит с женщиной, которая как-то связана с письмом. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, вы там писатель книжки пишите. Может быть, у вас там на работе постоянные папки, вы там преподаватель. Может быть, вы в банке работаете, банковский работник. Может быть, у вас там бумаги. Вы пишите что-то постоянно. Я не знаю, как это. Где у нас еще пишут? Как будто пишут. Я не знаю, может быть, вы сейчас в университете учитесь где-то. В общем, как-то так. Еще как он вас видит. И вы действительно очень хорошо можете писать. Я даже уверена, что у вас у всех красивый почерк. Вот прям, знаете, вот красивый вот такой вот почерк. Художественное, знаете. Еще какой он вас видит. Что вы, скорее всего, возможно, самая яркая женщина. Вы можете привносить праздник в жизнь других людей. Вас, когда встречают, вы как тамада, знаете. Там все, наверное, уже визжат, когда вы в комнату заходите. Там, когда вы присутствуете где-то, все просто собираются вокруг вас. Вот это вот целуйки, целуйки, поцелуйки. Вот это когда, ну, знаете, мусульманс как семья. Когда приходишь, начинают все целоваться. Все родственники. Ну, как дела? Что делаешь? Вот вы человек-праздник. Вы очень такая яркая. Вы очень женщина такая, знаете, такая вот, к вам тянутся люди. С вами вкусно. Рядом вкусно. Посидеть, не знаю, выпить, потанцевать, там, покушать. Вы такая компанейская свой человек. Вас, такое ощущение, как будто вам везде зеленый свет. Везде. В любой компании. И вы, как главное, центральное лицо. Вы, как главное, центральное лицо. Возможно, знаете, тоже такое ощущение, вы себя, может быть, тоже как-то так ведете с достоинством. С таким достоинством, что вы все равно самая крутая. Вы тут всем управляете. Как будто не вы кому-то в гости пришли, а к вам, может быть, тоже в гости пришли. Вот вы такая крутая, вы женщина. Еще, возможно, мужчина, кстати, вас ревнует, потому что он считает именно, что в таких, в таких праздниках вы можете познакомиться с каким-то влиятельным человеком. Или же познакомились с каким-то влиятельным человеком, который до сих пор, может быть, вам помогает или стал вашим супругом. Или может стать вашим супругом, во что он очень сильно боится. Вы в его глазах. Да, туз свечей. Вы огонь просто, огонь. Вы любите свечи. Вы любите огонь, камин, искусственные свечи. Вы любите теплоту. Вы любите, знаете, чтобы все это было как-то вот красиво, при свечах, романтично. Чтобы это было все как-то вот, знаете, как в каких-то, я не знаю, романтических фантазиях. Вы женщина, которую управляет стихией огонь. И сами вы такая, как вспышка, зажигаетесь сразу. Какая-то идея, все, все. Вам какая-то вечером пришла идея, вы уже думаете, как утром ее осуществить. Причем, если вы что-то задумали, назад дороги нет. Все. Вы будете постоянно думать о том, как это сделать, как это сделать, как это сделать. Еще какой он вас видит. Видите, мне что здесь еще нравится? На руках браслеты. Может быть, вы любите тоже браслеты носить какие-то на руках. Камни натуральные, включать свет. Огонь – это живой огонь, правильно? От свечей, там, в камине, от дров. Это живой огонь, от которого можно наполняться. Вы женщина, которая спасете, в огонь прям войдете. У вас все, знаете, как избы горят, а кони скачут. И вы такой человек, вы спасать будете. И в огонь вы вообще ничего не боитесь. Вы там сверху на себя, на себя, наверное, может быть, накинете там мокрое полотенце. Или прям в огонь спасать кого там живых, неживых, кому можно еще вытащить. То есть вы настолько сильная женщина, настолько внутренне уверенная в себе. Вы знаете свое предназначение. Вы знаете то, что вы хотите. Вы видите свою дорогу. Вижу цель, не вижу препятствий. И все, что вы делаете, отдаете этому отчет. Я же говорю, вы для него какой-то ангел. Женщина-ангел, да, который будет его спасать. Вот этого кошака, видите, вот он. Он будет гореть где-то там и мяукать. Вы придете его спасать. Как пожарник приедете. Пи-ба-паба, пи-ба-паба. Самое главное, чтобы вода была в машине. И все. Зальете там все, его спасете. А пока он там, чтобы не сгорел, мяукать будет. Чтобы вы быстрее приехали. Вы приедете и его спасете. Еще какой он вас видит? Мир. Конечно, мир. Мир. Что тут можно сказать? Женщина, которая смотрит на карту и думает, сегодня куда я поеду? Что-то я вот тут не была. На Мадагаскаре я еще не была. Да. Вот мне сегодня туда надо еще только отправиться. То есть, настолько вы открыты миру. Настолько вы разносторонняя. Настолько вы интересная. Вот пальцем укажете туда и туда вам. И туда тоже вам можно. Понимаете? Настолько вы мощная просто женщина. Еще лупой здесь, знаете. Под лупой так. Куда я там еще? Где я там еще не была? На Эверест. Я что-то не поднималась. Да, вот надо. В среду съездить надо на Эверест. Ага. Еще как он там вас видит? Ох, 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 ох. В этой колоде я обожаю карты дьявола. Смотрите, как он вас видит. Это вы в своем кресле. Видите? Вы в своем кресле. И то, что вы делаете, то, что вы делаете, это именно так. Он у вас немножко побаивается. Вы можете к себе привязать абсолютно любого человека. Вы можете сделать магию абсолютно любую. Над вами есть сила. Над вами есть сила. Вы где-то сидите у себя в кабинете и что-то на столе делаете. Вот ваше место рабочее, это ваш стол, он самый колдовской. Вы даже когда там пишете, подписываете, казнить нельзя, помиловать. Все, вы штампуете это, вы ставите над этим печать, дьявольскую печать. Поэтому это очень важно, что вы делаете. У вас на столе магия. Пишите ли тоже, не важно, готовите ли вы. Что вы там делаете? У вас есть стол. У вас есть кресло. Кесло или стул тоже пойдет. Поэтому вы такая женщина, от которой очень трудно избавиться. А не дай бог, а если вы практик, это вообще. Я представляю, если вы там какую-то магию сделаете. Все, у него вся жизнь перевернется. Просто вся жизнь перевернется. Она вся вот так вот пройдет у него жизнь в одночасье. Если вы даже магию какую-то сделаете. Но имейте в виду, девочки, практики. Видите, из-под кресла дьявол какой вы лазите, рогатый. То есть вы понимаете, что вы делаете. Так. Еще какой он вас видит. Дьявольский, божественно красивый, да? То есть она может быть ангелом, но не дай бог ее задеть. Не дай бог ей что-то сделать плохо. Она превратится в дьявола. И она тебя сожрет с потрохами, а от тебя ничего не останется. Вот он, видите, как он хочет. Вот так он хочет, но этого нет. Он хочет, чтобы вы как будто вот так вот с яблочками, да? Возле яблочек с ним вот так вот на нем держались. Спошу ту дураку, чтобы вы обновились. Что, может быть, вы бросили вот эту свою дьявольскую работу, к которой вы привязаны. Без этого кресла, без этого стола вы жить не можете. Без этой работы вы жить не можете. Он иногда думает, как она справляется. Как она справляется. Как она вообще работает в этом. А вы запросто, это ваша работа, это ваша профессия. Вы умеете это делать. Вы лучше всех это только и умеете делать. Боже, ничего. Как вы это бросите? А он думает, как бы я хотел, чтобы она бросила вот это вот дело, а держалась бы за меня вот так вот. Она же не держится за меня. За нее там дьявол держится. Да, 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 башня, башня, башня. Вы ему сносите башню, девочки. То, что вы творите в своей жизни, то, что вы делаете в своей жизни, как вы выглядите в своей жизни. Вот так вот женщина может выглядеть в 40, в 50, в 60? Может выглядеть? Нет. А вы вот так вот выглядите. Посмотрите на эту женщину. Посмотрите, как она выглядит. Это так вы выглядите в 40, в 50, в 60. Ну, в 20-30 я вообще молчу, это понятно Вы потому что Вы космос, понимаете Вы сносите ему мозг Вы просто сносите ему мозг Да, вы сносите ему мозг Он заходит постоянно И в интернете что-то читает о вас Он что-то смотрит там Вы нашли себе другого мужика или нет Его главная тема больная Есть у нее другой мужик или его нету Да, с кем она там? С кем она там? Почему ей там хорошо? Почему она там забавляется? С кем она там? Что она делает в интернете? А вы там с подружками, понимаете Вы там с подружками Вам там классно Вы там хи-хи, ха-ха, ля-ля-ля, тропа-ля Вам классно? Вы живете? У вас своя жизнь? Вы радуете жизни? А он там смотрит С кем она там, а? С кем-то мужика, что ли, какого-то завела? Чего ей так радостно-то, а? Чего ей так радостно? А это вы И кошак на голове Девочки, у кого кошак на голове? А вы тут, понимаете, у вас там и бумаги тут завал И в интернете кто-то вам что-то пишет У вас уже, понимаете, головная боль от всего И кот еще на голове, да? Причем здесь может быть, как в прямом смысле этого слова Ваш кот Настоящий кот в доме Так это может быть и просто, как дух Кошачий дух То есть какой-то есть Ну, это суть, сущность, может быть, да? С потустороннего мира Который вам тоже помогает Есть, потому что Ну, в потустороннем мире Чего только нету Вот у вас, может быть, здесь идет Как фамильяр ваш, да? Ваш помощник Поэтому тут, как сказать И так, и так Можно посмотреть Но вы, то, что на работе, это факт Да, солнце, солнце Ух, знак защиты Смотрите, какой на вас Ну, да Вы знаете, что вы делаете Вы знаете Я тоже вам не могу здесь назвать Что вы там глупенько Или поругать вас Нет Вы тут умненькая Вы знаете, что вы делаете Вы все правильно, в принципе, делаете Вы прям как по наитию живете Как, знаете, как душа ваша требует Вы так живете Поэтому ничего плохого Вы не делаете Абсолютно Я даже придраться к вам не могу Я просто вас вижу И мне нравится то, что я вижу Такое ощущение, знаете Вот у меня, извините Как будто я своего человека Тут смотрю Вот у меня по моей энергетике Тоже, как будто я своего человека Тут смотрю Король чаш Конечно, он у вас влюблен Конечно, влюблен Конечно Я же, помните, рассказывал Он с вас фотографий Там Срисовывает, наверное Вот видите, как он рисует Вот он тоже То, что он творит Здесь, скорее всего, мужчина Что-то имеет Или хобби Или рисовать умеет Или еще что-то Он что-то, смотря на вас Рисует у себя Рисует у себя в голове Рисует он у вас Именно вот такой красоткой Рисует он у вас Такой красоткой Может быть, где-то Ваша такая фотография есть Где вы, знаете Вот я не знаю Опять же Повторяюсь, наверное Может быть, вам здесь 40, 50 или 60 лет Но вы так выглядите Посмотрите, какая у вас кожа Посмотрите, какое у вас Какое у вас лицо красивое Фигура Посмотрите То есть вы Вы не выглядите на свой возраст На вас Причем на вашей фотографии Есть защита хорошая На любую фотографию Можно поставить защиту Может быть, на вашей фотографии Какая-то есть защита И он с этой фотографии Вашей Какой-то центровой Вашей фотографии Он с нее рисует Рисует вас Вы не меняетесь, девочки Вы не меняетесь Как будто, знаете Природа вам не подвластна Как будто вы остановили Время для себя Вы так выглядите Как будто время остановили Причем вы очень много работаете Посмотрите Вы постоянно что-то делаете Вы печете Вы готовите Вы там, я не знаю Кушаете хорошо Питаетесь правильно Все природное Да, у вас Вы Химозы Всякой Там не питаетесь У вас все только Натуральные продукты Вы очень к этому Относитесь Специфически Вы любите Чтобы, например Там все с огорода было Все фрукты Овощи Натуральные были Продукты питания Чтобы все хорошие были То есть вы И вы ни в себе Ни в чем не отказываете Понимаете Я не могу сказать Что вы сидите на диете Я не вижу тут диеты Никакой Я вижу женщину Которая правильно мыслит Правильно думает И поэтому она выглядит Шикарно Я не вижу Просто тут Каких-то Я же говорю Мне даже к вам придраться Не к чему О, ну посмотрите Видите себя Вы тут на спорте Оказывается Вы тут постоянно В дороге Как вы всегда Ходите пешком Вы всегда ездите Там Или спортом занимаетесь Или фитнес ходите Вы очень такая женщина Которая Знаете Если вы вечером переели Вы уже утром Кушать не будете Вы будете ждать Например Там Плотно в 6 часов покушала Значит на следующий день Я опять буду Только в 6 часов кушать Я себе не позволю Утром набить живот То есть вы Знаете Я не знаю Как это так Но у вас как-то вот Вы непроизвольно Контролируете Свое питание Вот у вас так получается Потому что здоровый образ жизни Здесь идет У женщины здоровый образ жизни Причем она шикарно готовит Она шикарно выглядит У нее правильно здоровое питание Ну потрясающе просто Я вам сейчас говорю Это как это он видит Девочки Это он вас видит Такой понимаете Вы его глазами Как она так красиво выглядит Как она такая молодая Потому что она умеет делать Своими руками все Она не покупает Ничего с магазина Вот и выглядит хорошо Да Вот А вы улыбаетесь А вам знаете Почему вам здесь Как его Смешно Потому что он так думает О вас Потому что вы Я же говорю Вы для него Какая-то вечно молодая Вечно улыбающаяся Вечная красивая Такая девочка Девочка А вы там может Йогой занимаете Фитнес ходите Да Правильное питание И он может быть Вам тоже что-то говорит Как у тебя так Ты не ты Ты блин Сколько тебе лет там Да Ты не поправляешься А вы Вы сами от него в шоке Господи Что ты несешь А Ну что ты несешь У меня генетика такая Генетика Если у меня в роду Прабабка такая Красивая была До 100 лет дожила С красивой фигурой Ей никто 100 лет не давал Если у меня бабушка тоже Там за 80 лет Тоже хорошо прожила У нее фигура отличная Все У меня мама тут Очень выглядит молодо Так и я естественно То есть понимаете Тут генетика Генетика у вас Отвечает за все генетика А он в шоке Как Понимаете Вот смотрите Он тоже спрашивает Как ты так выглядишь Как ты так А почему ты такая Я тебя понять не могу Я не могу тебя раскусить Не надо меня кусать Ой В общем девочки Здесь мужчина хочет вам Сделать какой-то подарок Сюрприз На Новый год Может быть Та же знаете Какую-то вещь вам Такую необыкновенную Подарить Я даже не знаю Скакалку может быть Да Чтобы вы на улице Еще больше фитнесом Там Спортом занимались Скакалка вам подарить Или гантели Я не знаю Или ролики В общем Какой-то у него есть В мыслях Какой-то такой вот Преподнести вам подарок Который вам очень понравится Ну Просто без ума Вы Вы не выглядите на свой возраст Вы очень такая Эмансипированная Интересная Женщина Постоянную ногу Со временем С собой занимается Умница Красавица Ну вот просто Ангел Ангел Такой был расклад Пишите пожалуйста Свои комментарии Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Конечно Будьте счастливы Пусть у вас в личной жизни Все наладится Я вас всех люблю Целую Обнимаю И до скорых встреч Всего хорошего Спасибо Спасибо Продолжение следует...